Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и скрытых отсылках в творчестве Антона Лапенко. Антон Лапенко прославился в 2019 году благодаря своим роликам в Инстаграме. Он снимал забавные видео в стиле ретро. Милые и добрые персонажи из 90-х полюбились многим зрителям. В декабре 2019 года вышел мини-сериал «Внутри Лапенко» – совместный проект Антона с известным стендапером Алексеем Смирновым. В марте 2020 года популярность Лапенко распространилась за пределы социальных сетей после полуторачасового интервью Юрию Дудю. Также в апреле 2020 года актер стал гостем телепередачи «Вечерний Ургант». 7 июля вышел второй сезон сериала «Внутри Лапенко». Именно в нем впервые появились знакомые нам символы и скрытые отсылки. Сюжет сериала «Внутри Лапенко» основан на жизни и приключениях персонажей видео Лапенко в Инстаграме. Согласно презентации авторов серии, она оформлена в стиле советского кино и не привязана к определенному времени, а скорее представляет собой вселенную, объединяющую 1980-е и 1990-е годы. Второй сезон сериала в целом такой же позитивный, как и первый. Однако в нем начала появляться знакомая нам символика. Рассмотрим примеры знаков, встречающихся в новых сериях. Впервые символика появляется во второй серии второго сезона. Группа «Багровый Фантомас» в своей новой студии. Стена разукрашена всякими рок-атрибутами. Тут есть слова «Жесть», «Сатана». Рядом значок «Сатаны» с рожками. Также здесь очень заметен треугольник с глазом. В третьей серии второго сезона, в начале программы «Загадка дыры» появляется пирамида со всевидящим оком. Эта заставка присутствует еще в некоторых сериях, а также в первом сезоне и в «Войнах Антона» за 2019 год про журналиста. В пятой серии мы видим число зверя. Номер машины Нателлы Наумовной – 666. Шестая серия начинается с того, что в кадре появляется шприц, наполненный кровью. Затем показывают девушек из банды железные каблуки. На одной из них надеты сережки в виде перевернутых треугольников – символа падения мира. На 25 секунде Нателла Наумовна лежит в гипсе, при этом виден только один ее глаз. В этой же серии Вишневский мажет раны от пуль Жилина отваром и что-то приговаривает. Это отсылка к эпизоду «Игры престолов». Когда Гвидон заканчивает, камера показывает лежащего Жилина, у него на теле, нарисован как будто кровью кролик с одним глазом. Это отсылка к формуле красной жидкости и символу всевидящего ока. Интересно, что в оригинале сериала «Игры престолов кролика» нет. Больше всего символизма мы видим в последней восьмой серии второго сезона. Здесь снова появляются красные сережки в виде перевернутого треугольника. Они также напоминают спираль. На восьмой минуте серии инженера просят сделать химоружие. Инженер произносит речь о своем понимании жизни и о том, что ничего плохого он делать не будет. Также он говорит, что люди изначально рождаются добрыми и, непонятно почему, становятся злыми. Возможно, это жизненная позиция самого Лапенко. Также инженер говорит, что год назад даже подумать о таком не мог, что есть такое зло и отказывается делать оружие. Если сопоставить это с реальной жизнью, то год назад сам Лапенко не знал об иллюминатах и их планах. Также он не принимает их условия и остается при своем видении мира и жизни. Однако, спустя какое-то время, инженер увидел, что творится в городе, и все-таки соглашается сделать то, о чем его просили. Последний ингредиент – багровая капелька из склянки, напоминающая кровь. То есть, он поступил со своими жизненными принципами, о которых говорил ранее, и перешел на сторону зла, потому что не было другого выхода. Его город и девушка в опасности. Это своего рода намек на то, что иллюминаты давят на своих подопечных и могут лишить самого ценного, что есть у человека, если тот не примет их условия. Во время финальной песни в кадре появляется художник, который рисует полотно с глазом. На заднем плане также присутствует картина с одноглазым символизмом. Далее показывается студия багрового фантомаса. На стене виден рисунок пирамиды со всевидящим оком. После этого крупным планом показывается барабанщик, а справа от него можно заметить размытое красное пятно с буквами ААА. Подобный рисунок был на кофте американской телеведущей Елен Дидженерис, в которой она появлялась в эфире весной этого года. Он дает отсылку к производству красной жидкости. Далее за спиной главного героя мы видим разорванный плакат Нателлы Наумовны. Он порван именно так, чтобы остался только один глаз. Недавно создатели сериала «Внутри Лапенко» решили выпустить официальный мерч. Но вместо того, чтобы изобразить на футболках героев сериала, разместили на нем изображение с каким-то непонятным дьявольским существом. Символика в творчестве Антона Лапенко не ограничивается сериалом. В инстаграме актера в последнее время все чаще появляются знакомые нам знаки. Не так давно он опубликовал фото, на котором демонстрирует жест трех шестерок. При этом актер воспользовался фотошопом и исказил свои пальцы в форме сердечка. Таким образом жест стал означать не только число зверя, но и любовь к тому, в чьи адрес он показывался. В одном из своих роликов Лапенко, стоя на фоне огромного глаза, говорил о том, что они строят новый мир, а не просто треугольники рисуют. Это подтверждает, что все знаки не случайны и используются повсюду для определенной цели. В последнее время настоящим мейнстримом среди звезд шоу-бизнеса стала тема апокалипсиса. Антон Лапенко не остался в стороне и также упомянула приближающемся конце света в одном из своих видео. В целом на данный момент ролики Лапенко остаются такими же добрыми и безобидными, как и в начале его карьеры. Единственное отличие нынешних видео от самых первых – присутствие в последних работах символики иллюминатов. Благодарим нашу подписчицу за помощь в подготовке материала. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.